Девушки отдыхают Так она придет к нам в студию или нет? Ну что ты будешь? Чуть-чуть левее бери Она сказала, что не может У нее свадьба, медовый месяц Это женщина, Валер Сегодня она может, завтра она Не может левее Да-да-да Ветер, ветер просто А чего гадать? Давай сами подойдем к ней и спросим Чаоуи Девушки отдыхают ПЛ Engаги рядку ПЛ Engаги Экспективные ПЛ Engаги Добрый вечер, дорогие друзья! Это шоу «Вечерники» на телеканале А1+. Вы знаете, мы только начали нашу программу, у нас тут же появились проблемы. В прошлый раз мы немного с Валерием остро пошутили и, говорят, многие обиделись. Нас даже начали прослуживать спецслужбы. С-с-с, да. Вы знаете, хочу обратиться ко всем сотрудникам спецслужб. Ребята, начинайте нас просматривать. Это гораздо интереснее. В эфире «Вечерний Киев». Ведущий программы Владимир Зеленский. И Валерий Языков. Украшение нашего шоу «Фридом Джаз». Нынешний сезон шоу «Вечерний Киев» мы объявили сезоном сюрпризов. И самым главным сюрпризом каждой программы станет гость. Вот. Вы только что, друзья, посмотрели начало видеоролика. Сейчас попробуйте вместе с нами угадать, кто же наша гостья. Ух ты, я уже начал подсказывать. Ах ты. Кто же наша гостья. Есть желающие? Итак, первая подсказка – это звезда. Есть варианты? Есть у кого-то варианты? Можно поднять руку. Здравствуйте, девушка. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, эта звезда кто? Ольга Сумска. Вы с ней учились в одном классе? Нет. Хорошо, вторая подсказка – это певица. Это певица Ольга Сумска, наверное. Таисия Повали. Таисия Повали. Господи, я сужаю круг. Это певица без бороды. Неплохо, подожди. Ваш вариант. Мэрилин Монро. Неплохо. У вас есть знакомые экстрасенсы или что? Новость поздно дошла. Да. Наши соболезнования. Не хотим вас расстраивать, да, крепитесь. Да, пожалуйста, да, кто это? Оля Полякова. Оля Полякова. Я это думал, почему до сих пор никто не называет Толю Полякову. Оля Полякова. Нет. Мужчина, давайте вы. А в чем был вопрос? Сердючка была. Ну, у меня уже после этого все мысли пропали. Ну, конечно, после сердючки у мужиков пропадают мысли. У человека пропали мысли. Я предлагаю просто из трех вариантов выбрать один. Ребята, Бритни Спирс, Мадонна. Неплохо. Либо Таисия Павали. Давайте все громко скажем. Давайте же, девушка, кто? Таисия Павали. Ребята. Нет. Мне кажется, мы можем узнать правильный ответ, дорогие друзья. Итак, встречайте нашу звезду. Внимание на экран. Ветер, ветер просто. Отчего гадать? Давай сами подойдем к ней и спросим. Давай. Согласна? А что ты, Маш, согласна прийти, вечерники? Молодец. А то все не хочу, не буду. Добро пожаловать, вечерники. Добро пожаловать. Улыбаемся. Итак, друзья, встречайте в шоу-вечерники в наших гостях Вера Брежнева. У-у-у! А мне так нравится, как вы поете! Я тут целовал руку. Я целовал тут руку. Ты не понимаешь, Лариса, я обожаю, как девочки поют, поэтому я ждала этого момента, когда я могу на этой сцене вместе с девочками спеть эту песню. Добрый вечер всем! Каждый раз, Валер, ты знаешь, когда Брежнева появляется, я смотрю на нее, как она выглядит, и думаю, господи, почему не я? Даже я смотрю, когда на тебя думаю, почему не ты. Вера Брежнева в шоу-вечерники, ваши аплодисменты. Это еще не все. Это еще не все. Это красота появилась, а сейчас появится ум, интеллект. Нет, я ничего не претендую, ты умная девочка. Но сейчас появится еще один герой шоу «Вечерний Киев». Замечательный комедиограф, прекрасный режиссер Мариус Вайсберг. Да, друзья. Вера Брежнева, Мариус Вайсберг. Вот мы и встретились. Вот, вот. Несмотря на то, что оба гостя так увлекательно танцевали при своем выходе. Да, один из немногих режиссеров, которые так плохо-плохо танцуют. Тема программы сегодня все-таки не танцы. Тема программы сегодня это новый художественный фильм, который называется, если я не ошибаюсь, «Восемь лучших свиданий». Да. И вообще этому фильму посвящена сегодняшняя передача. Вы уже, так как ты уже принимал участие в трех, Мариус Вайсберг, вы уже расскажите, что это практически с одной стороны трилогия, а с другой стороны три разных фильма. Такое ощущение, что пока секрет, что это фильм. А сейчас вы пытаетесь говорить о чем угодно, кроме о том, о чем я спрашиваю. О чем фильм? Расскажите мне хоть кто-то из вас. А ну-ка, давайте. Режиссер. Что мы расскажем? Значит, Володе Зеленскому, нашему главному герою, случайно ставит неправильный диагноз. И он думает, что он умирает. Через два месяца. Это комедия. Так, поставили мне диагноз дальше. Поставили диагноз, и он решает, что для того, чтобы кто-то заботился о его семье, о его двух детях и о его жене, ему нужно найти себе замену. Да. И он ищет. Я ищу нового мужа. Очень смешно, комедийно ищет. Нового мужа своей жене. 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 Я предлагаю прямо сейчас посмотреть кадры того, что же творилось на съемочной площадке «Восьми лучших свиданий». И вполне возможно кадры, которые вы не увидите в кино. Итак, внимание, смотрим. А зачем? Нам сегодня папа такое кино показал. Три в одном. И бесплатно. Драма. Комедия. Изабелла. Изабелла. Чего вам не нравится, Никита Сергеевич? Смотрите. Искусственные, натуральные, красивые. Это я Андреевич. А ты как это думаешь? Нет. Давай сделаем с Никитой Сергеевич. Триллер, драма, комедия. Кстати, сеанс у нас уже закончен. Почему не в кроватях? А ну-ка бегом спать. Бега. Бега. Я тебя сейчас задушу. Да. Илюш! Илюш! Чего ты ржешь там? Мам, ты видела, я даже с дельфинами нырял? Конечно, видела. Это у меня десерт. Это Илья. Помнишь, он меня спас? Спасибо. А это в офисе. А, это смайлик. Наш смайлик. Как вам идет это черное платье? Ой-ой-ой-ой. Чего? Гола не вышел. А вот и он. Ты боишься собак, да? Она его сейчас сожрет. Если ты будешь бросать камень. Я хочу рассказать про атмосферу у нас на сегодняшней площадке. Был написан сценарий так, что впервые в жизни я целовалась с Владимиром Зеленским. Вот понимаете, вот знаете, в чем фишка вообще? Вот вообще, в чем фишка? Мы только что очень долго о чем-то говорили. А просто человек говорит одну фразу, именно ради которой все сегодня пришли. И все начали аплодировать. Я почему не удивлен, да, от этой фразы? Я умею сорвать куш. Почему я не удивлен? Потому что Владимир об этом разболтал уже месяц назад, всем давно. То, что я тебе тихонько разболтал в кабинете. Владимир начал разболтывать, а дальше уже было дело. Давай ко всем картинам. Значит, твой фильм вообще, фильм сложился, ты считаешь, Мариус? Да, это будет наш лучший фильм. Я в этом убежден. Ура! По поводу фильмов, которые уже были сняты, которые были, если самые лучшие, то те были менее лучшие, но тоже очень хорошие, да. Владимир Зеленский во всех этих фильмах сыграл главную роль. Одну из главных ролей. Вера Брежнева сыграла примерно в половине этих фильмов. Я не буду спрашивать, кто у тебя в связи с этим любимый актер. Я спрошу, вот как ты оцениваешь, вернее, как ты недооцениваешь актерские способности Веры Брежневой? Почему только в половине фильмов? Мариус, на самом деле, немножко расширить Валерин вопрос, это вообще очень часто бывает у режиссеров, как в наших странах, так в Америке, они выбирают группу актеров, и эта группа с ними путешествует сквозь жизнь. А почему так происходит? Это комфортно с одними и теми же работать? У Мартина Скорсези сложились отношения с Де Каприо. Вот я тебе хочу сказать, что ты мой Де Каприо. Это приятно. Это комплимент себе. Оскаро тебе не видать. Правильно? Смотри. Мы сейчас подводим к еще одному сюрпризу нашему. Ну, во-первых, это извини, пожалуйста, Валер, что я перебью эту мысль. Я хочу сказать, что у нас вообще в Украине, значит, кто? Значит, Мила Йовович там героиня, а потом вдруг Куриленко стала девушкой. Бонда. Бонда. Ты хотела хоть раз, ты видела себя на этом месте? Да, у вас с ним не снилось это. Да? Ты девочка из столицы Днепродержинска. Да. Так вот, к чему мы это все ведем, Вера? Да. Мы пофантазировали. Как бы развивались события в фильмах о Бонде, если бы главную роль, роль девушки Бонда сыграла Вера Брежнева. Вернее, даже не Вера Брежнева, а Вера Галушка. Да. Мы знаем с вами Веру Брежнева. Вот такую леди, да. Да, мы знаем еще Верочку, которая была в Днепродержинске, такая, как мы, провинциал. Давайте представим, как будто не было твоей карьеры. Давай. Да. Я готова. И вот ты прямо из Днепродержинска, в чем тебя мать, собственно, нарядила, в том и поехала к Джеймсу. Соконхент у меня. К Джеймсу Бонду сниматься в кино. Давай. Рубрика «Пороблана в Украине» Вера Брежнева в роли девушки Бонда. Рубрика «Пороблана в Украине» Вера Брежнева в роли девушки Бонда. Рубрика «Пороблана в Украине» Вера Бонда. Рубрика «Пороблана в Украине» Вера Бонда. Я устала повторять, что дверь всегда открыта. Простите, мадам. За мной. Поздравляю, Джеймс. Правительство очень довольна тем, как вы справились с предыдущим заданием. Королева Англии хочет лично поблагодарить вас. О, Джеймс, ваша королева хотела бы вас отблагодарить лично. Служу Великой Британией. Перед тем, как я расскажу вам о следующем задании, хочу представить вам вашу новую напарницу. Бонд. Джеймс Бонд. Агент 007. Брежнева, Вера Викторовна. 098-436-50. Чего вам лучше на лайф? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Присаживайтесь. Итак, всего... Секундочку. Слушай, а чисто из любопытства... А что 007, а? Если вы узнаете эту информацию, мне вас придется убить. Боже, какой загадочный мужчина у вас тут. Это же надо. Вера, не отвлекайтесь. Сори. Джеймс, Вера, наш резидент из Восточной Европы. Она прибыла к нам из Днепродзержинска. С этого момента вы напарники. Вера, Джеймс, наш лучший агент. В его послужном списке выполнены успешно задания. Он побывал практически во всех странах мира. Вот это повезло. Вот это я тебе сейчас чисто по-человечески завидую. Серьезно. Это же он и денег заработал, да? И мир посмотрел. Красавчик. А я 20 лет. 20 лет в этом Днепродзержинске прозябаю в дыре. Понимаете? Но следующая миссия особо опасна. Вы отправляетесь. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Париж. Или Лондон. Или Милан. О, или Мальдивы. На худой конец Турция. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. В Запорожье. Шо? Террористы собираются взорвать атомную станцию. Под угрозой около двух миллионов человек. Не, погодите. Вы шо, серьезно? То есть, я моталась по вот этим вот всем посольствам. Делала этот шенген, чтобы вот сюда к вам попасть. Платила за перевес по багажу, кстати. Ну, потому что много взяла. Три пересадки. Потому что, как мы догадываемся, прямой рейс Лондон-Днепродзержинск еще не придумали. И после этого вы мне говорите, что я отправляюсь в Запорожье. Молодцы. Сейчас. И если вы так настаиваете, у меня есть еще несколько заданий. Ну, так давай, выкладывай все, что там у тебя есть. Давай, все свои горячие путевки. Что там у тебя? Контрабандисты в Румынии. Дальше. Наркоторговля в Молдове. Сразу нет. Секретная лаборатория по изготовлению оружия в Норильске. Слушай, знаешь что? Сама шуруй в свой Норильск. Понятно? Дай сюда. Смотрим. Ну, что тут у нас? Организованная преступность в Новой Зеландии. Не подходит, я еще в старой не была. Освобождение заложников из индийской тюрьмы в Дели. А Индия это у нас где? Где пирамиды? Нет. А, ну тогда пусть еще посидят. Разоблачение борделя в Турции. И что вы хотите? Чтобы я оставила всех наших девок без работы? Не подходит. Могу предложить вам еще одно задание. Но, Вера, оно очень опасное. Принять участие в подпольном покерном турнире на Лазурном побережье. Слушайте, дамочка, если вы думаете, что я не знаю, где находится пансионат Лазурное, то вы сильно ошибаетесь. А Лазурный берег Франции – это Монако. Что, серьезно? Мы согласны. Ой. Да. Монако, конечно. Это тебе не в Лазурном на электрофорес в очереди стоять. Добрый день. Вы определились с заказом? Да. Сухой мартини. Глубоком бокале. Три доли Джина Гордон. Одна водки и половина вермута. И взболтай-то как следует. Пока ледяной. Да, и не забудь длинный тонкий ломтик лимона. Светлая нефильтрованная. В пол-литровом бокале, и чтоб пена начиналась ровно от рисочки. Да, и не забудьте сухарики с холодцом и хреном. Сделаем. Может быть, что-нибудь из еды? У нас лучший рыбный ресторан в городе. Тогда будьте добры. Дорадо в соусе полермитана со спаржей и лаймом. Три платвички пожирнее. Только не желтые и с икрой. Что стоим? Топай. Вера, послушайте меня внимательно. Нам с вами предстоит опасное задание. Завтра самые жестокие преступники планеты устраивают покерный турнир. Часть выигрыша победитель обещал потратить на создание атомной бомбы. Мы должны это предотвратить. Но так как не все знают меня в лицо, играть, Вера, придется вам. Я все внимание. Ну, раз так, вот те, с кем вам придется столкнуться. Глава китайской триады Сансей Каки Макаки. Он тайно правит триадой уже больше 20 лет. Причем правит настолько тайно, что сама триада узнала о нем только пару лет назад. Вера, вы меня слушаете? Ага. Ну, раз так, продолжим. Лидер одной из непризнанных африканских республик, генерал Бекимба, отличается особой жестокостью. Может, стейк, сэр? Всех неугодных ему людей он съедает. Вера. Да-да, я слушаю. И, наконец, самый опасный игрок. Жесточайший из преступников. Вера. Мексиканский наркобарон, продажный Хосе. Он торгует всем подряд, не брезгуя ничем. Наркотиками, оружием, людьми и даже чехлами для айфона. Да. Продавай людей. И покупай на все наркотики. Вот же ж говнюк, а! Ну, простила ж, с икрой. У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Есть. Только один. Так во что играем? Покер. Тихо. Если всем покер, то я предпочитаю секу. Ничего сложного, Вера. В покере нет. Тем более у вас такой учитель, как я. Вы знаете, у меня в жизни был случай, когда мне удалось научить играть в покер обезьяну. Слушай, ну что, я совсем тупая? Умная, наверное, была животная просто. Так. Давай еще раз. Козыря нет. Ну, значит, без козырка. Это бесполезно, Вера. Нам нужен другой план. Значит так. Вера, я вставлю вам в ухо специальный передатчик. В него буду говорить, как играть и что нужно делать. О, нормально. Чтобы я владел ситуацией, к вам на грудь мы прикрепим небольшую камеру. В нее вы будете показывать мне карты. И самое главное, мы подключимся к видеокамерам отеля. Если вдруг наша аппаратура даст сбой, вы подадите условный сигнал, и я обязательно вас оттуда вытащу. Ага. Понятно. Ну так теперь вот все понятно. Так это, нам же надо придумать условный сигнал. Если что-то идет не так. Я спокойно, не теряя самообладание, прямо в камеру кричу. Шохер! Шохер! Нет. Хорошо. Я выкладываю фишками на столе слово «сос». Нет. Хорошо. Поджигаю сигнальный костер. Нет. Я придумал. Условный сигнал будет песня. Вот это, знаете, «Есть город, который я видел во сне». Вера, нет. Ладно. Улилика и Филина. Квакую-квакушкой. О, так блюдят вам. Вера! Давайте вы просто будете красить губы, и это будет особым сигналом. Слушай, я удивляюсь вообще. Как тебя агентом взяли? Креатива ж ноль! Нет, Вера, нет. Вам не справиться с этим заданием, даже с моими подсказками. Слушайте, а может вам попробовать кого-то из них соблазнить, чтобы как-то отвлечь их внимание? Как вы думаете, вы сможете с этим справиться? Послушайте, Джеймс, когда-то у моих ног лежало сотни мужиков. Да что-то мужиков, детей, женщин, собак. И когда же это было? Когда я торговала кукурузой на пляже в Непродзержинске. Так что соблазнить кого-то из них для меня не проблема. Хочешь, могу на тебе показать. Ну, помните, Вера, я черт и калач. Ох, а вот сейчас не надо нас пугать, потому что у меня были даже хачапные гурии. А знаете, Вера, наше задание смертельно опасно. Для этого, чтобы его выполнить, нам нужно перебороть страх. Вы знаете, что такое страх? Молодой человек. Я родилась в Непродзержинском роддоме номер один. Страх – это первое чувство, которое я испытала, появившись на свет. А знаете, Вера, одним из главных качеств суперагента – это умение правильно выждать момент. А ты ждал когда-нибудь маршрутку Балабина-Камышева? Ребята, если нас поймают, нас будут пытать. А вы знаете, что такое боль? Что такое боль? А тебе когда-нибудь бросали медузу в трусы? Что же, Вера, я вижу, вы неплохо подготовлены. Я – да. Осталось проверить, насколько хорошо подготовлен ты. А я себе голову ломаю. Что такое 007? Но вы же понимаете, что это секретная информация. Конечно, понимаю. Я бы на твоем месте тоже никому не говорила. Ладно, нам там еще на задание не пора? Нет, времени у нас еще полно. Действительно, а как это я забыла? Ты же его столько сэкономил. Ну что там? Алло, раз-раз, как слышно? Все нормально, Вера. Спокойно можете заходить. Ну что? Сбор. Добрый вечер, дамы и господа. Я рад поприветствовать вас на нашем закрытом покерном турнире. Позвольте представить вам наших участников. Сенсей Каки Макаки. Генерал Бекимба. Продажный Хосе. И наша очаровательная новая участница. Что же у них-то царствия там-то, а? Что как в Днепродзержинске веерное отключение? Что вынулся? Вера, просто поздоровайтесь со всеми. Вера, очень приятно. Вера Викторовна. О, генерал, мое почтение. Как жена, как дети. Вкусные? Что ты милишь? Извините. Итак, господа, перед тем, как мы начнем нашу игру, я вынужден напомнить вам, что каждый из вас внес по одному миллиону долларов. Может, кто-то передумал? Пока не поздно можно забрать деньги и выйти из игры. Слышь, красоты, ты как? Будешь играть? А ты что думаешь? Не, ну просто деньги не маленькие, пацаны. А ты что молчишь? Я поняла, понятно. Повторяю вопрос. Может, кто-то хочет выйти из игры? Вера, опустите руку. Играть так играть? Ну что ж, тогда приступим. Вера, у вас большой блайнд. Че, я не против? Брось зеленую фишку. Да на стол брось! Извините. Наш слово, Вера. Какое мое слово? Прям-прям. Мое слово, верблюд, сенсей, вам надо. Вера, внимание! Используя информацию, которую я вам дал, срочно заведите с игроками непринужденную беседу, чтобы расположить их к себе. Я, знаете ли, была недавно в Китае. Люблю на завтрак хорошо зажаренного китайца. Вера, 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 стоп! Как детям наркотики продавать. Вера, я вас прошу, остановитесь! Потом говорю себе, Вера, остановись. Ну что ты творишь, а? Ну что ты творишь? Вера, теперь быстро, но плавно смени тему и переходи к игре. А как вам новая тарифа на коммуналку? Хотя, черт с ними. Давайте играть, да? Бонт! Бонт! О май гад, Вера! Вера, Вера, у вас флеш-рояль, Вера! Вера, теперь слушайте меня внимательно, это наш шанс покончить сегодня махом, слышите? Ставьте все! Я вам... В смысле все? Ставьте все! Ставьте все при все на стол! Совсем все? Все! Вера, все, говорю, ставьте! Ну все, господа! Финита ля комедия! Ставлю все! Серьезолотые камень яшма, часы дедовские именные, туфли, дольче и хабан, аппаратура, шпионка, невестка, невестка! Вера, Вера, прекрати! Вера, ты бич! Ты бич! Я все бич! Май, ты бич! Ты, Вера! Все! Бонт, по-моему, я деда спалилась. Бич! 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 Ну что, шпионка, ты думала, что мы тебя не раскусим? Говори последнее желание, и мы будем тебя убивать! Ну, послушайте, я бы хотела умереть, как настоящая женщина. Позвольте мне привести себя в порядок, а? Ну, хорошо. Развяжите ей руки. Развяжите. Спасибо. Все! Сейчас, сейчас. Есть город, который я видел во сне. Ну, все! Куа! Все! Куа! Все! Все! Слушай, ты что куда-то спешишь? Городия! Есть город, который же видел во сне. Джеймс, я не поняла, откуда здесь спецназ? Никто же не должен был знать об операции. Уф! Ну вот, Джеймс, с вас должок. Мир спасен! Пора спасать свою коровь! Джеймс! 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 Ох, подруга! Боюсь, 007. И тебя не порадует. Все! АПЛОДИСМЕНТЫ Все! Ну как, симпатично? АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрела с открытым ртом. Круто! Я считаю, что вам нужно просто выставляться на какой-нибудь... Мы можем выставляться отсюда. В фестивале коронкометража каких-то, я не знаю. Но это реально кино вы сняли. Да, но круто, я рад. Ребята, молодцы. После... Отдельно, как всегда, я хочу отметить внешний вид и, конечно же, игру актрис. Не подвела артистка. Молодца, Ленуся. Не ударила, берясь, лицо. АПЛОДИСМЕНТЫ ВЕЧЕРНИКИ ЯВА ЛЕДИСМЕНТЫ 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 ПОЗОДИЛЯ ДИСМЕНТЫ ЛЕДИСМЕНТЫ 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 В эфире канал 1 плюс 1 шоу ВЕЧЕРНИКИ. У нас главные герои фильма «Восемь лучших». А я бы, честно говоря, сказал даже «восемь самых лучших свиданий», как нам кажется, режиссер фильма «Мариус Вайцберг». Главный герой фильма, главная наша героиня Вера Брежнева. Самое время пригласить в студию еще одного, да, героя фильма «Восемь лучших свиданий». Итак, герои боевиков, детективов, триллеров, в общем, любых фильмов, где есть «Смерть» и «Кровяка». В том числе нашего. Актер Владимир Епифанцев. Владимир Епифанцев «Вечеринги». У нас в гостях Владимир Епифанцев. Он, давайте, поприветствуем, рады его видеть. Значит так, внимание, фильмы с участием, с главным участием Владимира Епифанцева. Внимание. Кремень. Непобедимый. Лютый. Фартовый. Смертельная хватка. Схватка. Ненасытный. Еще есть ненасытный. Есть еще такие? И тут вдруг написано «Володь». Неподкупный еще. Неподкупный. И вдруг, и вдруг. «Зеленый слоник». Я это действительно... Не, вы, кстати, можете не смеяться, потому что, поверьте, да, из всех названных фильмов «Зеленый слоник» — самая жесть. Вот такие вот названия, ну, «Зеленый слоник» — исключение, я понимаю, из этого списка. Вот «Восемь лучших свиданий». Это первый фильм, в котором ни ты, ни тебя, никто никого не стреляет, не убивает и так далее. Вот чем особенно для тебя эта роль? Ну, это, честно, это роль моей мечты, конечно же. Да? Я сыграл правдивого человека. Потому что все персонажи, которых я играю в основном, это такие, ну, одноплановые. Немножко с одной красочкой. Супергерой. Потому что главный герой, он должен подавать такой поверхностный пример зрителю. А вот здесь как раз так та многогранность, о которой только можно мечтать артисту. Это круто. Да. Я тебя поздравляю. Вы же, знаете, мне рассказали, что вот мой муж по фильму, он ищет, зная, что он скоро умрет, ищет себе замену. Замену, вот кого я нашел. Вот как раз замена, да. Володю поменять на Володю в данном случае. Мариус, как появилась идея вот эту машину для убийства пригласить на мелодрамную роль? Просто расскажи. Он просто, это были совершенно феноменальные пробы. Он пришел и просто разорвал нас всех. А я Мариусу говорил, мне очень хочется найти такого актера, к которому можно прийти, вот такой человек, как я, может подойти, вот просто подойти, помнишь? Да, он стоит в партуке, обязательно он на кухне. Да, на голое тело партуке. На голое тело партуке, я подойти должен его так сделать. Это все теперь наше? И вот, да. Да, круто. Мечты сбываются. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что были сцены, где вы два Володи дрались между шагами. Я бы назвал это сцены, где Володя меня бил. Мы не дрались. Очень просто, да. Вова не смог сдержать эту свою сущность, понимаешь? Как-то вот это, как с киндер-сюрпризом. Главное, не поломать. Меня собрал. Бил же ты меня второй раз. Это, конечно, гениальный вообще гэг. Значит, мы с Володей Епифанцевым, сцена. Я лежу, он меня вырубил до этого. Я, значит, открываю глаза, он надо мной. Он говорит, тихо, лежи, лежи. И я вот в этот момент всю волю в кулак собрал и головой я его бью в нос. Да, я говорю, иди сюда поближе. Давай договоримся по-мирному. Давай договоримся по-мирному. Он опускается, опускается. И дальше вот такое. Он выпьет головой и сам вырубается. И его головой в нос, и вырубается. Значит, так. Значит, некоторое время Владимир Епифанцев был не только актером театра и кино, он был, собственно говоря, нашим коллегой в каком-то смысле. В качестве телеведущего он выступил музыкальные программы «Дрема». Оказывается, вы сейчас много нового узнаете. И ты вел эту программу с такой известной, значит, светской львицей, светским товарищем по имени Анфиса Чехова. Правильно? А есть какую-то вот заставку? Есть, есть. Мы готовили. Именно заставку этой программы, посмотри. Просто заставка? Да. Володя! Такой прям дрема настоящий. Как ты в этом всем очутился? Ну, я начинал на телевидении как ведущий, как корреспондент. И параллельно в паузах я охватал какую-то камеру, все время и что-то снимал. И оказалось, что это камера продюсера. И он дома, просматривая то, что там на ней было, увидел вдруг во мне режиссера. И предложил делать... Я не ведущий был, а я был режиссером. А ты просто снимался на заставке? Нет, я был режиссером и ведущим, и монтажером этой программы. И иногда оператором. И вот, это было все, если бы ты закончился. И вот, видимо, в кадре Анфису Чехова. Это я. По поводу восьми лучших свиданий, еще у меня есть куча вопросов. Сколько времени шел съемочный процесс, сколько съемочных дней, месяцев, лет это продолжалось? Мариус знает, если он помнит. 30 дней у нас было. Всего 30 дней, но 30 дней очень плотной работы, да? 30 дней, да, по 12 часов. Съемочных, да, кроме подготовки. Насколько хорошо вы друг друга узнали за это время? Я думал, что я всех знаю уже достаточно хорошо, но узнал теперь по-настоящему. Та же история. Та же история. Ну, теперь вы знаете друг друга очень хорошо. Ну, как нам кажется. Как нам кажется. Вот я, например, сегодня от Вовы еще много открытий. Много открытий. Я думаю, мы сейчас узнаем еще что-то нового. Я расскажу историю. Года два назад мы пригласили Веру к нам в студию. Она говорит, я приду, все хорошо. Мы приготовили сюрпризы, приготовили какие-то нюансы. Все уже ждем. Ну, в общем, но судьба уберегла Веру от наших шуточек. Она за день до этого на съемках «Хочу в Вягру» рухнула со сцены, ударилась так же вот головой. Это ты помнишь? На тебе. А у меня здесь же шрамик. А у меня здесь. Вот, в этот раз мы решили, это уже прошло два года, в крайний день съемок «Восьми лучших свиданий» мы решили разыграть Веру Брежневу. Снова. Ну, вот такой, сделать такую, да, в конце красивый финал. Спрятали камеры на съемочной площадке, зарядили группу, они ходили там, маскировались. За 20 минут до начала съемки Веру снова уберегла судьба. Ну, как уберегла? У нее подскочила температура из какого-то вируса. Удивительно, кстати. Сегодня Вера все-таки попала к нам в студию. Слава Богу. Наконец-то. Может, потому что мы просто не готовили ничего гадкого до какого-то розыгрыша. Мы на самом деле, да, готовили, но так как у нас не получилось тебя разыграть под тем обстоятельствам, мы решили карты вскрыть, и мы Вере рассказали про розыгрыш. И она согласилась нам помочь, спасти нашу программу, но уже не в качестве жертвы она участвовала в розыгрыше, а в качестве хищника. И мы прямо сейчас узнаем, как Вера вместе с нашей съемочной группой разыграла простых людей, наивных людей, которые пришли на кастинг, чтобы попасть в ее творческую группу. Давайте посмотрим, как это было. Спасибо. У нас шоу, которое мы делаем здесь, везем в Китай два месяца гастроли. Мы комплектуем себе команду. В Китае у них сексуальность, по сути, она такая закрытая, да, они стараются об этом не говорить. Алекс, режиссер, он придумал фишку, что в какой-то момент я ухожу переодеваться. Темнота, тут луч света, и в этом свету красивый мужчина красиво танцует. Но при этом, чтобы не было вот этого ненатуральности, вот эти качки. Вы себя достаточно резко раскрепощенно чувствуете? Да, вы сможете. А зря улыбка такая, а посмотри, а щетина, я сейчас умру просто, я не могу смотреть. До этого я хотела есть, теперь я хочу и кое-что другое. А там еще и, наверное, волосатая грудь, я бы на слюка. Тестостерон. Покиньте. Давайте. Только встаньте, пожалуйста. Под мозг. Под мозг у этого сейчас есть. Ой, а что это за додоровка и ньян? Кстати, это же китайский. Как вы физически можете показать? Не, ну это... Как врачу мне показать. Да, да, да. Надо куртку снять, да, куртку. Соски можете прикрыть, если бы. Да, можем, я это спокойно могу показать. Да, давайте тогда. Спокойно покажи соски, мне это нравится. Сюда. Все, очень хорошо. Если мы вас попросим немножко вот массу набрать мышечку. Да, могу набрать, но чтобы она мне не сказалась. Не, ну не скажешь. Там уколы три раза в день. Нам не вообще. Потому что, как я знаю, она дает же потом. В смысле? А, на потенции? Нет, именно... А, на маскулатуру? Да. Ну да, потом немножко будет подвисать. Да я осумоляю. Берем на потенцовку четвертый ряд. Все равно там никто уже не увидит. Все-таки в массовку на потенцовку. Да, в массовку никуда. Танец. Движения очень простые. Ну, вот это начало. И вот так всю программу располагается. Подожди, нет, ну там, ну ты показываешь, как бы, ты показываешь что-то из-за режиссера, а там идет... А, блин. Да, полгода. А, ну, по-моему. А, ну, по-моему. А, ну, по-моему. Так, пластичней. Хорошо. Я могу там где-то там или заболеть, или еще что-то. В общем, короче, мы ищем двойник камня. А вы поете? Ну да. Ну давайте. Хороший день у меня сегодня, хороший день, чтобы стать током. А можно не пародировать, а вот именно стараться один в один. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в эту любовь спас от мира. Все равно вы пародируете меня. Пародируете? Сейчас это вопрос. То ли вы так похожи манерами на меня, то ли ощущаете ощущение, что все равно находитесь. Да и слуха нет, и голоса нет, ни кожи, ни рожи. Хотя чуть-чуть похоже, чуть-чуть. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Супер. Не, ну вокально это не то, что ты хотела. Супер, да. Я могу петь и танцевать, то есть вот как вы. А вы танцуете, вы где-то танцевали? Да, я занималась, я ходила на классический балет, я занималась народным танцем и на стрип пластику. Все в пустую? Почему? На стрип пластику, как можно с стрип пластиком быть в пустую? Так а что, до таких лет вы еще нигде, ни в чьей команде, вы не звезда, вы никто, вы приходите и готовы заниматься чем угодно. Вы снимались в форно? Нет, 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 все, сразу нет. Я же не снималась. Видели, 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 видели. А чего вам не сказали? Ну, ты же не любишь такое видео смотреть? А какое видео? С новыми полицейскими, не надо рассказывать. Какие полиции? Два полицейских, дубинка и вы, это самое... Вы что, прикалываетесь? Нет, хорошее тело, я согласен, талант какой-то есть, но нет, и тормозно. Точно не я, какие полицейские, я помню раньше. Вы мне так сказали, не пришли. Я в шоке, я смотрю, я буквально вчера смотрел этот фильм, но второй раз. Какой фильм, я уж серьезно, я уж и глядя. Я же вам говорю, вызывайся, новые полицейские, два. Серьезно, у меня хорошее тело? Да это кошмар, да пожалуйста, пожалуйста. Успокойтесь, успокойтесь. Да нет, просто такой. Ничего, зато вы стрессоустойчивая. Тем более, если бы такое было, мы могли бы такие, так сказать, таланты использовать, но мы не хотим просто. Сама-то мне люди не предлагали, так понял? Нет, порно нет, эротика, да, эротики вы могли бы, если что, да? Я объясню, объясню, объясню. Нет, нет, нет. Кино, когда снимают, иногда бывают там постельные сцены, или нужно целоваться. У меня в контракте написано, что я этого не делаю. И они всегда ищут людей максимально похожих на меня, дублёрыш, чтобы это делали они, но... А в монтаже это соединяется? Как будто это делаю я. И получается, что... А не что там такого? Нет. Ну вот, например, в последнем, там, с такой полупрозрачной ценовесочкой, да, Вера принимает душ. Может, еще потанцевать? Подвигаться, как и Вера? Давайте еще. Чтобы двигаться, как Вера, надо тело иметь, как у Веры, а не просто. Слушай, это штанга от ворот какая. Вот, засуньте, пожалуйста, вот это будут козыри. Если будет грудь, будет хоть что-то. А, я думала, ты хотела, чтобы в рот засунула, посмотреть нашу игру. Я в детстве засовывала коробок спичек. Да я в детстве с чего-то не засовывал, ты же знаешь. Ну вот, ну хоть что, вот, вот. Кстати, вы знаете, вы становитесь еще больше похожи на меня. Да, да. Даже яблок. Ну с яблоками берем, а без яблок. А с двойным пушапом? Да нет, это сразу будет видно. Вера, я не хочу, нет. Либо она увеличивает грудь, либо не надо вот эти пушапы. Давайте еще вату засовывать. Я за натуральность. Да, у нас просто Алекс, выбивая деньги на наше шоу. Ну ей же, да. И ноги выровняли. Я вписал один из пунктов, что типа, если кому-то понадобится, сделать пластическую операцию. Не знаю. Я за натуральность. Вы могли бы за наш счет сделать пластическую операцию? Чуть-чуть, вот, глаза. А потом обратно превратим вас в нормального человека. Нет, я не согласен. Нет, мы оплатим. Нет, я не хочу делать пластическую операцию. А если вы все время будете контролировать себя и глаза держать вот как узенько? Вот так. Нет, наоборот вы расширили. Наоборот. Ну, простите меня. Ничего. Вот это. Хорошие жесты. Простите, неправильный образ вашего. Простите меня. Сустьте глаза. Щелочки. Вот так вы сможете все время, два месяца быть? Нет. Человек не может три минуты просить. Нет, я просто не хочу, это плохая черта делать себе саморекламу. Так. Я пробовал, но здесь полчаса у меня получается. Полчаса выдерживаете. Такой себе приносит мне еду. Мы же не знаем, кто ее готовил. Ее должен перед тем, как я ее поем, ее должен кто-то попробовать. Даже в самых фешенебельных отелях, на самом деле, есть завистливые люди, которые что-то подсыпают. Нам нужно для того, чтобы понять, можете ли вы с этим справиться или нет, чтобы вы попробовали по кусочку каждого продукта. И сказали, что с каким из них что-то не так. Ну давайте попробуем. Давайте. Да, по маленькому кусочку каждому. Вы не торопитесь. Ага. А что вы меня пугаете? Не-не-не. Хорошо себя чувствую. Вы выкраснели просто сильно. Она еще 20 минут будет. Я просто нервничаю. Нам нужен еще человек, который будет изобретать моего бойфренда. Потому что китайцы, если они поймут, что у меня есть молодой человек… Они все. Дистанция будет. Но самое главное, им будет нравиться, что с звездой, на которую они молятся, вот такой человек тоже… Необычный. 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 Это резонанс. Давайте попробуем просто. Начали. Да. Ребята, как официант. Как ты? Хорошо. Все хорошо? Да. Хорошо. Концерт нашел сегодня. Да. Устала немножко. Ой, честно, да. А ты чем занимался, пока меня не было? Ничего. Вот прилетел только с Москвы на свет. Уже там было. Как я говорила, что вы снимали? Клей. С Николаном Валовым. Хотя на руках носил. Разрешите вас пригласить на танец? Нет, молодой человек, извините. А вы вместе? Девушка, конечно. А, а вы просто так официально сидели, так как-то, я подумал, что вы просто… Мы нормально сидели. А, ну все, извините, пожалуйста. Я, в принципе, такая, в принципе, терпеливая, но когда меня выводят, уже все. А вырубить человека сможете? Потому что бывает… Не знаю, я никогда не пробовала вырубать никого, честно говоря. Аня, позови нашего охранника. Сейчас Саша попробует его вырубить. Там же что? А, если он меня вырубит. А вы понимаете, если вы будете меня сопровождать, у вас голос громкий. Вот вас по голосу уже можно пояться. Вот эта штука вот здесь спрятана всегда. Чуть кто-то ее за руку даже тронул. И по голове. Сейчас… Ну, надо не по голове, надо вот сюда. А, да, по голове даже не надо, да. Надо не по голове, надо, чтобы, наоборот, не попасть по голове. Надо вот сюда. Остановитесь сюда, вот как мне сюда надо. Все, я у меня там… Иди, иди, прости автограф. Молодой человек, пожалуйста, отойдите. Не живет человек автограф. Никаких автографов. Человек устал. Хорошо. Мне понравилось, даже я испугалась. А если нельзя говорить? Допустим, да? Пишут, допустим, интервью. Допустим, меня записывают, да? Там нельзя звуков. Давайте попробуем. А я пьянокитайец. Сейчас, вот это… Куда? На камеру? Ну, хватит. Класс. А вы китайский? А китайский? У нас же есть текст. А, вот, да. Есть ли у вас какие-то? Там транскрипция. Да. Вверху? Нашими буквами. Я понял. Ни-ни-щи-на-гот-жэн. Во-щи. Подождите, подождите. Ну, и параллельно попробуйте чуть-чуть сузили глаза. То, о чем мы вас спросили вначале. Ну, как на голову. Да, да, вот. Еще сузьте. Ага, хорошо. Поехали. Ни-ни-щи-щи-на-гот-жэн. Во-щи. 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 А, во-щи. Как блохи только. Я понял. Во-щи-на-звук-зал-жэн. Что? Так, вот здесь осторожней. Ну, щи-вулькань-жэн. Потому что это означает, я живу в Украине. А то, что вы сказали, это я щас ущипну тебя за сосок. Ну, что, с ума сажу. Ну, простите. Нельзя. Это Роза и Грищи. Ага. Вот щас. Роза и Грищи. Роза и Грищи. Вы Роза и Грищи. Вы? Щас. Щас, простите. Да? Вы Роза и Грищи. Вы попали в программу. Еще и в Киев. Канал 1 плюс 1. И вы держались достойно. Грищи. АПЛОДИСМЕНТЫ Самое главное, что мы можем получить из любого события, это эмоции. Вот сегодня потрясающие эмоции. Конечно, было неудобно перед людьми, но насмеялись мы вдоволь. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна грань таланта Веры Брежневой То есть издеваться над любви морально Издеваться вы заставили меня Потому что вы придумали такой розыгрыш Но я хочу сказать, во-первых, конечно же Мне было стыдно, я не могла Я пыталась все на режиссера На этого спихнуть, говорю, говори ты, говори ты Он говорит, извини, ты у нас герой розыгрыша Это во-первых, во-вторых, ты знаешь У меня было в сценарии там написано Когда люди не соглашаются Предлагай большие гонорары Но не было ни одного Кто бы не согласился просто так Поэтому мне даже не пришлось Предлагать большие гонорары Ты знаешь, меня это как человека, как личность Конечно, очень порадовало Что люди хотят со мной работать Вот что значит, подобрали просто людей Заранее предупредили Заранее заплатили На самом деле, да, желающих Попасть в твою творческую группу было настолько много Что это только надводная часть айсберга Которая вот к тебе пришла У меня вопрос, а Вову разыгрывали? А вот, кстати Козлы Я ответил Разыгрывали Кстати, мы сейчас Я открою тайну, что в этом сезоне у нас уникальный случай Когда Владимир Зеленский, да, не доехал до съемочной площадки Потому что у меня слишком много работы, понимаешь? Я неадекватно на все реагирую Я реагирую, вот как? Я верю всему, чтобы... Я не могу себе представить, что программа, в которой ты, в общем, работаешь Программа, которую мы делаем, может разыграть тебя Но это странная ситуация Козел, еще раз Я хотел просто сказать Раз вы в эфире, я еще раз скажу Козел, я козел Говорю на тебя Главное, все хорошо там закон В эфире канал 1 плюс 1 шоу «Вечерники» У нас главные герои фильма «Восемь самых лучших свиданий» Мы будем дарить подарки Подарки в студии Первый подарок Владимиру Епифанцеву Это зеленый слоник Да, мы желаем тебе искренне Чтобы это был последний зеленый слоник в твоей карьере Круто Но, Вера, вспоминая тему твоей травмоопасной судьбы и падений Вера, когда в следующий раз мы тебя пригласим в наше шоу А мы обязательно это сделаем Дня за два, за три не снимай этот волшебный оберег Обратите внимание Спаси и сохрани Веру Брянную Он поможет тебе добраться в нашу студию Такой же красивой Или если я буду без укладки, я смогу скрасить Ну и, конечно же, Мариусу Вайбергу Мариусу, а ну-ка, интересно, что ты говоришь? Это самый, пожалуй, с этим подарком нам действительно пришлось повозиться Подключить свои связи Да, зачитай Давай, Вера, зачитай Считай Сертификат Всемирное общество антарктических исследований Данным сертификатом подтверждает присвоение Айсбергу ЦС 1445-1409 имени великого режиссера Мариуса Вайсберга Считать Считать имя Айсберг Вайсберг Да Есть! Ребята, я вам очень благодарен Это очень приятно, кстати, правда Теперь у Вайсберга есть свой Айсберг Дорогие зрители Мы вам должны сказать, что На самом деле за этим столом Герои прекрасного фильма Мы все очень верим и надеемся Почти уверены Мы все очень старались Мы делали это с любовью Мы делали это с душой Мы делали это с талантом, профессионализмом И мы хотим, чтобы вы это увидели И все это делали Вера Брежнева Владимир Епипанцев Мариус Вайсберг Владимир Зеленский Спасибо Всем спасибо, пока! Какой город, какая история С ума можно сойти Обидно, Валер, что это нам с тобой надо Молодежь современную не интересует Ничего Целыми днями только в компьютере Гаджетовый теснок Любого останови Любого человека этого поколения Вот останови и спроси Вот где Владимирский собор? Он тебе не ответит, да? Это Андреевская церковь Да Не, ну я в целом говорю Нет, в целом Ты же понимаешь Потеряли поколение Просто потеряли поколение Да Книги мне нужны Нет Ни Гоголь, ни Булгаков Ни Айвазовский Одни сериалы в голове Кстати, когда начинается Шерлок Холмс? Прямо сейчас надо спешить Да Айвазовский это художник Ну я в общем Курника, даешь Курника Ха-ха-ха-ха Шерлок Холмс Нам необходимо с вами серьезно поговорить Что случилось, миссис Хатсон? Вы чем-то недовольны? Что случилось? В понедельник вы раскрывали дело о пожаре И в качестве эксперимента подожгли мой шкаф Во вторник вы работали над убийством И прострелили мою стену и соседскую конорейку В среду вы раскрывали дело об утопленнике И затопили мой подвал А в пятницу вы напали на след контрабандной партии шампанского И залили мой потолок Теперь вы понимаете, почему я расстроен? Потому что я бездельничал в четверг? Нет Потому что вы в клочья хотите разнести мою квартиру Все, я повышаю вам квартплату на сто фунтов Это неприлично дорого Кстати, если еще хоть раз увижу что-нибудь из вашего неприличного Я повышу на сто пятьдесят Значит, Ватсону вы все прощаете Ну, во-первых, у Ватсона сейчас Шуры Мур и Смэри А во-вторых, он меня лечит бесплатно А хотите, я вам окажу бесплатную дедуктивную помощь? Да какую же? Расскажу, кто вас хочет убить Кто это? Это элементарно Он серьезный мужчина, которому вы повысили квартплату на сто фунтов Холмс, вы дурак Холмс? Я так рад вас видеть Доброе утро, Ватсон Миссис Хадсон сказала, что вы ее бесплатно лечите Это правда? Черт Надо либо прописывать ячейки более крупным почерком Либо выписать очки на две диоптрии больше Я вижу, что вы целую ночь, Ватсон, играли с Мэри в доктора и медсестру Как вы догадались? Это элементарно, у меня из аптечки пропал градусник Кстати, да Я возвращаю вам ваш градусник В руки я его не возьму Вы и об этом знаете Пусть это будет наш соми-секрет, хорошо? Конечно Хотите чаю, Ватсон? Чаю с удовольствием, конечно Миссис Хадсон, я знаю, что вы подслушиваете Принесите чаю Хорошо, мистер Холмс Она что, все слышала? Не переживайте Миссис Хадсон умеет держать язык за зубами Да, да, да Как говорил мой покойный муж Молчание золото Может быть поэтому, когда я спрашивал у него Почему он мне не покупает золотые сережки и кольца Он молчал Кстати, Холмс Я хочу предложить вам дело От которого вы не сможете отказаться Загадочный труп В Шербутском лесу У него есть стрела в заднице? Нет Значит, это не Робин Гуд А вы будете осматривать тело Холмс? Ватсон, далеко ехать? Да не надо никуда ехать Я притащил его сюда Вот как А вот это уже интересно, Ватсон Что ж Я беру это тело Эээ, дело Ватсон Да не надо ехать Ватсон Ватсон Шерлок Майкрофт, брат Не ожидал тебя увидеть здесь Меня привело дело государственной важности Не хочешь, как в старые добрые времена Поупражняться в дедукции? На ком? На нем Что это? Труп Ну да Да 42 года, женат, двое детей Есть любовница Любовник Да Собака, черный пекинес Обожает сквош Аллергия на арахис Я ничего не забыл? Майкрофт, как ты все это вычислил? Он мой подчиненный, Шерлок Пропала флешка со сверхсекретными данными И я думаю, что он может быть к этому причастен Тогда нам нужна какая-то зацепка Надо проверить карман В точку Карман Проверим карманы В кошельке 500 фунтов Это значит, что у него не было проблем с деньгами Майкрофт, а давай У него в кошельке 100 фунтов И у него были проблемы с деньгами Это твое Это мое Это его Продолжим На руке Ролекс Последней модели А давай На руке Касио Предпоследней модели Хорошо Надо подумать Кто бы это мог сделать Я бы с удовольствием тебе помог, но я занят Шерлок, я прошу тебя не забывать о том, что у МИ-6 есть компромат на тебя И очень не хотелось бы, чтобы завтра его опубликовали в вечерней газете У меня тоже есть компромат на МИ-6 У тебя компромат на МИ-6 какой? А такой, что их руководитель писался в кровать до 18 лет Шерлок, это низко? Ничего не низко Ты спал на втором этаже, а я, между прочим, на первом В конце концов, я прошу тебя помочь Это личная просьба королевы Серьезно? Я полчаса, как из Букингемского дворца Ваше Величество Пропала флешка с секретными данными На которой... Меня это не чешет Я футбол смотрю Если это личная просьба королевы, я не могу отказать Есть только один злодей в мире Который мог провернуть такую сложную операцию ПРОФИСОР! Миссио ПРОФИСОР! Я совершил грант-злодейство Какое? Вот Что это? Стрелки Биг Бена Завтра вся Англия проспит на работу Вот это саботаж Идиот А это что? А это? И это что? Если бы это увидел мой любимый дедушка Он бы умер второй раз Дедушка, дедушка Я занял первое место за лучшую компьютерную программу Маленький уродец! Лучше бы ты взломал сайт МИ-6 через интернет Дедушка, ну нет никакого интернета Идиот, это же элементарно Выдумай интернет, а потом взломай его Пшел в чуланы, пока не выдумаешь, не появляйся Месье 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 Да Ты убил агента МИ-6, как я сказал Да Труп отвез в лес? Да Все прошло тихо, незаметно и без свидетелей? Да Ну что же? Ну что же вы стоите? Ну помогите же! Отлично! Ты молодец! Где флешка? Флешка? Какая флешка? А! Ля флешка! О! Месье Скороз! 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 Флешка! Кретин Ну что, Шерлок Есть какие-то варианты по поводу того, где может быть флешка? Надо бы хорошенько подумать Миссис Хатсон, я знаю, что вы подслушиваете, принесите чай Я не подслушиваю А я говорю, подслушивайте, принесите чай Ну хорошо Я надеюсь, она умеет держать язык за зубами В противном случае мне придется применить меры Конечно, Мэгра Как семья, как дети Спасибо, хорошо Как твоя собака? Не спрашивай Что, совсем все плохо? Да Ветеринар сказал, нет шансов И что ты думаешь делать? Я думаю, Шерлок старую суку нужно пристрелить Тебе ее не жалко? Я считаю, что это будет гуманно, тем более свое она пожила Я помню, когда она была молодая Она каждый вечер с разбега прыгала ко мне в постель Он уже обещал никому не рассказывать А еще мне очень нравилось, когда она вылизывала меня своим шершавым мокрым языком Майкрофт Давай я сниму с тебя груз вины и сам застрелю ее Спасибо, брат Я как-нибудь возьму ее в лес и там это сделаю Спасибо Я помню, когда первый раз ее увидел, тогда она наделала мне в тапки Кто вам это сказал? Мистер Холмс Это вышло совершенно случайно И вообще, я старая больная женщина У меня есть свои слабости Здравствуй, Шерлок Как продвигается расследование? Отлично А вы, я смотрю, Джон, вчера с Мэри играли в домработницу и сантехника? Как ты догадался? Это элементарно Я заметил, что на полках нет пыли А миссис Хадсон вряд ли бы стала протирать мои полки Потом кран на кухне Еще вчера он капал А сегодня его кто-то починил А вот тут ты ошибся Миссис Хадсон сегодня утром вызывала сантехника Да, она вызывала сантехника, но к ремонту крана это не имеет никакого отношения А ты наблюдателен, Шерлок Никогда в жизни не думал, что меня выдаст отремонтированный кран Нет, у вас с Мэри выдает вантуз, который торчит из кармана твоего пиджака Кстати, Ватсон У нас сильно заросли кусты Разбито одно окно Плохо вытягивает камин Разбросан мусор во дворе Грязная посуда и полы Это ты сейчас к чему? Это я к тому, что не могли в следующий раз с Мэри, ну с пользой для дела Поиграть в садовника и стекольчика, дворника и трубочиста, посудомойку и полотера А ты позволь спросить, чем будешь занят А мне нужно осмотреть место преступления Миссис Хадсон Да, Шерлок Миссис Хадсон, мы едем в лес Доктор Ватсон, доктор Ватсон, мне необходимо с вами серьезно поговорить Что такое? Что случилось? Мне кажется, они с Майкрофтон хотят меня убить Что за глупость? Не, серьезно, говорит, а правда? Не переживайте, не берите голову, Миссис Хадсон Доктор Ватсон, я вас прошу Я во всем разберусь, я вас уверяю Ерунда какая-то Да, приснится? Слушайте, там приснится ж такое Женщина Слушайте, вы что, действительно Решились на убийство? Нет, она мне, конечно, тоже не очень нравится О чем ты, Джон? Ну как, ну Ах, да Я уже давно обещал Майкрофту пристрелить его старую больную собаку Гос Вы все это время говорили о собаке Конечно Да я вам сам помогу Ну, как доктор, конечно Возьму этот Один укол смертельной инъекции, и она уснет вечным сном Да я сам сделаю Не заодно Спасибо, Ватсон На всякий случай я буду ее держать Майкрофт попросил закопать ее в лесу А как давно Майкрофт решил от нее избавиться? После того, как она перестала приносить ему тарелку в зубах Господи, это несколько негуманно Отлично Они уходят Иди и забери флешку Но там осталась миссис Хатсон Что может сделать маленькая беспомощная старушка Против беспощадного и кровожадного убийцы? И вот Сейчас, сейчас Мистер Томпсон Вы пришли слишком рано Как говорил мой покойный муж Поспешишь Жену Ну смешишь Я сейчас Заходите Заходите Я сейчас Я только что из душа Мой шалун Я уже одеваюсь Как говорил мой покойный муж Когда видел меня без одежды Святые угодники Предупреждать надо Где же? А знаете что, мистер Томпсон? Заткнись мимо Старая У доктора Ватсона и Мэри Столько интересных игрушек Я кое-что подобрала Вы не мистер Томпсон Вы убийца Они все-таки хотят меня убить Шерлок Это то, что мы нашли в лесу? Да А вы, судя по всему Играли с Мэри в дальнобойщика и проститутку Как ты догадался? Это элементарно Я заметил в комнате монтировку Комбинезон И права категории Е на имя Мэри То есть, что ты хочешь сказать? Что я изображал проститутку? Нет, что ты Я хочу сказать, что Мэри изображала дальнобойщика Ты звонил, Шерлок? Да Я раскрыл это дело Как? Это элементарно Благодаря маленьким деталям и уликам Труп сам мне все рассказал Это настолько элементарно Что с этим справится даже Ватсон Ватсон Прошу Когда я подошел к трупу Я увидел, что у него есть Щеки Уши Глаза Борода Борода В Ми-6 бороду носить запрещено Она могла вырасти за те дни, пока он Молился Парагировал Ленина в мавзолее? А, лежал в лесу Соответственно, он был жив В лесу я нашел еще кое-что важное Малину Грибы Билет в Парагвай Как всем известно Слизь парагвайской лягушки Замедляет метаболизм И человек кажется умершим Соответственно, он сам инсценировал свою смерть И украл флешку А так как, несмотря на все усилия Мне не удалось померить температуру Я обнаружил то место, куда умерший спрятал флешку И, между прочим, доставал ее почти два часа Это просто гениально, Шерлок Правда, убитый не любил бриться А в Парагвай у него жила тетя Но, в целом, гениально Значит, это не флешка Миссис Хатсон Что случилось? Зачем вам пистолет? Мэри Они хотят меня убить Боже мой Что за глупости? Давайте я поговорю с ними А вы отложите пистолет И приготовьте, пожалуйста, чай Хорошо? Вы задумали убийство джентльмена? Да Майкрофт попросил застрелить его больную старую собаку А Ватсон сказал, что сделает ей смертельную инъекцию Так речь о собаке Но тогда вам незачем марать руки, джентльмены В Рискотт-Ландьярде есть специальная служба Которая занимается как раз такими пикантными делами Приедет группа специалистов и управится за две минуты Она даже тявкнуть не успеет Да Только я хотел бы сделать из нее чучело Поставить на память в прихожей Как это именило Майкрофт Спасибо Благодарю за помощь, господа Но прежде чем мы это сделаем Я хотел бы с ней попрощаться Да, конечно До свидания, миссис Хатсон Убийцы, старая х*** Матерь Божья Представляю, что ты сделал с бедной старушкой Вы даже не представляете, профессор Ваш презент На этой флешке все коды Списки всех агентов С их помощью я смогу Что это? Новая серия Патрон Я тебе сейчас патрон в голову отправлю Где остальное? Ну, есть нюанс Флешка на 2 гига Остальное пришлось удалить Что ты сделал? Знаешь, куда я тебе сейчас эту флешку засунул? Что? Опять патрон? Нет, пожалуйста Прошу Прошу, нет Мистер Майкрофт Может быть, вам чайку? Может быть, чайку А может, лучше кофе? А может, и кофе Не хотите сигаретку? Хочу Вам стрельнуть? Нет, только не стрельнуть Только не стрельнуть Джон А почему вы с мэри сегодня ночью Ни во что не играли? Просто нам надоело, Шерлок Что ты с помощью дедуктивного метода Постоянно определяешь Что мы делали? У вас есть несколько вариантов Решить эту проблему Мы могли бы лучше маскироваться Заметать за собой следы И в конце концов Вести себя тише Да А лучше всего Зашпаклюйте дырку Которую мистер Холмс Пробил из гостиной В вашу спальню Что? А что, вы думали Я одна подглядываю? Шерлок, я тебя убью Не забирай хлеб у Марианта Да я тебя Не забирай хлеб у Эра Надлер Стой Как давно это произошло? Шерлок, стой Шерлок Холмс Я отомщу тебе Я сотру тебя в порошок Я уничтожу тебя И это будет Ровно через неделю Марианта Субтитры подогнал «Симон»